ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Ожидается всех государственных, среднеспециальных и высших учебных заведений страны. Теоретически ребенок сможет учиться даже в МГУ, если не займет бюджетное место, но поступит на платное. Ожидается, что проект закона будет рассмотрен на ближайшие сессии парламента в сентябре. Мы же прекрасно понимаем, что без одного из кормильцев осталась семья. Очень сложно на сегодняшний день, мы знаем, и сумма оплаты, если платно учить ребенка, это достаточно значимая сумма, поэтому субъект поможет. Это очень здорово и направлено именно на социальную поддержку таких семей. К слову, это не единственный пункт, касающийся образования в повестке президиума. Министр Галина Салата внесла законопроект, касающийся ряда нормативов, благодаря которым государство выделяет школам деньги, в том числе этой зарплаты педагогам и общее хособеспечение. Стоит отметить, что с изменением законодательной нормы это самое финансирование для учреждений практически не меняется. Одна из главных задач – привести все к общероссийскому стандарту. В соответствии с федеральным законом 273 образования Российской Федерации обозначена особенность финансового печения оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования. Теперь ушло из закона такое понятие, как гимназии, лицеи. Речь идет о школах, которые реализуют программы повышенного уровня образовательной программы. И все сходится к тому, какие программы реализует образовательная организация, какие государственные и муниципальные услуги оказаны. Кроме того, практика показала необходимость совершенствования действия в шарайне закона о нормативах. Процесс шел долгий, мы этим занимались фактически год, потому что сначала разработали сам закон, мы его приняли, если помню, я напомню, что мы его приняли в юле, и мы утвердили правила игры, то есть мы все прописали. А на сегодняшний день утвердили величину. Значит, если раньше у нас было около 67 нормативов, представьте, какой разброс, то сегодня осталось в пределах 10. То есть это упрощение? Намного упростило, но и мы должны были привести свой закон в соответствии с 273-м федеральным законом образования, потому что сегодня такого понятия, как лицей, гимназия, нет. Есть одна общеобразовательная школа. А вот научить сельчан следить за скотом решил глава Бейского сельсовета. Иннокентий Стрибков буквально бьет тревогу. Бродячие коровы да лошади мешают жить сельчанам. Порой это приводит к настоящей беде. В администрацию Бейского сельсовета, в частности, постоянно поступают жалобы от жителей на то, что бесхозно бродящие сельскохозяйственные животные каждый день, значит, портят жизнь граждан, создавая определенную социальную напряженность в гражданском обществе в целом. Это касается, значит, ломают запоры, зеленые насаждения, царапают автомобили. На дорогах у нас постоянно тоже происходит ДТП с участием бесконтрольной пастущегося скота. Органы внутренних дел занимаются работой по расследованию преступлений, связанных с каждой частного скота, а в большей половине случаев причина, потому что он бесконтрольно пасся. За 14-й год с участием скота произведено 67 ДТП в Кокасе. Погибло 106 голов скота. Граждане обратились за возмещением, всего 13. В 90 случаях не обращаются. Есть закон об ответственности источника повышенной опасности. Неуправляемый скот является источником. Это уже все, все юристы подтвердили. При этих ДТП погибло у нас один человек и получили ранения 18 человек. Сегодня, согласно закону, штраф для хозяина бродячей скотины от 500 до 1000 рублей. Иннокентий Стрибков предложил парламентариям увеличить суммы в 10 раз. Впрочем, депутаты здесь предложили смотреть на проблему шире. Для начала нужно конкретно определить места для выпаса скотины. Не в каждом районе такое есть. К тому же известно, какое ведомство должно решать задачу. Там было определено до 1 октября 2014 года внести изменения в часть вторую, вторую часть статьи 50-й. Но до сих пор Министерство сельского хозяйства эту проблему не решило, потому что как раз вопрос-то и встал в сумме штрафа. И, конечно же, такой штраф, который сегодня предлагается накладывать, это неправильно будет. И вот мы говорим о том, что 30 голов за раз загнали 50, а штрафов протоколов составили 5 всего за этот период, который прошел. То есть, конечно же, ответственность и работа должна руководителями, тем, кто может составлять протоколы, должна проводиться. В общем, Бейского главу парламентарии поддержали с оговоркой «Нужно более детально разобраться в карательных мерах, не рубить с плеча». А главам муниципалитетов посоветовали лучше следить за крестьянами и в первую очередь делать предупреждения, иначе второго не будет.